уважаемые львы и львицы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 23 по 29 сентября включительно расклад подойдет и женщинам и мужчинам поэтому присоединяйтесь надеюсь что каждый из вас для себя найдет что-то полезное и важно так как расклад затрагивает фактически все основные сферы жизни это и личные отношения дом семья также работа и карьера возможные доходы и расходы внешний мир в отношении вас любая информация которая может быть скрытых факторах подводим итоги всей этой неделе смотрим что в скрытых факторах также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора и сейчас и традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания та карта которая достану самые последние после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос думаете о том что для вас наиболее важно сам по себе расклад автоматически может вам дать нужные советы и подсказки и на многие другие волнующие вас темы колода готова кому нужно больше времени нажимайте на паузу а я приступаю к выкладке уважаемые львы и львицы все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение расклад начинается семерки чаш это говорит о том что входя в этот период все-таки не особо хочется заниматься чем-то серьезным задач и проблем предостаточно об этом говорят карты которые я вижу в нижней линейке в основе вашей жизни это и девятка мечей пятерка жезлов тут показаны какие-то конфликты и переживания из-за прошлого также из-за того что может происходить настоящим почему потому что вы какой-то степени ограничены сейчас в своих действиях вот вы вроде бы пытаетесь что-то сделать пытаетесь что-то менять это касается и женщин и мужчин но в то же время из-за чего-то расстраиваетесь тут идет речь о том что возможно на что-то нужно больше времени не получается решить что-то быстро конечно по первой карте каких-то серьезных дел серьезных задач с понедельника лучше не начинать лучше этот день действительно посвятить отдыху карта также может показывать любые творческие мечты в целом ваши надежды о которых вы думаете и мечты помогают нам жить в этом нет ничего негативного но карта может говорить о том что есть какая-то ситуация в которой либо вы чего-то не видите либо переоцениваете свои возможности либо недооцениваете что тоже может быть негативным фактором либо чьи это возможности слишком переоцениваете а потом просто напросто разочаровываетесь в тех от кого ждете поддержки так как центр расклада выпала пятерка чаш эта карта глубоко личных переживаний касающихся дома семьи быта и она говорит о том что порой могут опускаться руки из-за дел текущих вам больно из-за того что кто-то вас не смог понять но карты говорят о том что вы сами способны менять свою жизнь и искать выход из любой ситуации у вас есть варианты и высшие силы вам также предоставляют выборы возможности тем более что в малый крест вашей судьбы выпала карта старшего аркана влюбленных она напрямую может затрагивать тему личных отношений говорить о том что кого-то из вас действительно сейчас волнует личная тема больше чем работа и все остальное но этот выбор может касаться чего угодно рабочего партнерства деловых контактов каких-либо начинаний если говорить о мужчинах львах я вижу что уже примерно со вторника со среды вы будете максимально активны и об этом говорит карта короля жезлов которая выпала в расклад она показывает вас собственной персоной и есть еще два мужских лица с которыми вы по поводу может быть работы финансов также отдыха и любых других вопросов будете общаться еще с двумя мужскими лицами и есть еще третье мужское лицо мужчина с которым вы можете быть связаны работой или финансами радует то что в дом ваших финансов выпала положительная карта это рыцарь чаш это положительные известия получение прибыли это также может быть какие-то другие предложения которые вы для себя можете рассматривать это ваш внутренний творческий порыв когда хочется возможно есть какие-то ваши идеи в которые вы хотели бы вкладывать деньги но почему-то до конца не уверены в том что что-то может получиться хотя посыл хороший мыслите правильно того чтоб вам что-то угрожало из внешнего мира я этого не вижу на внешний мир выпала стабильная карта это император и это может говорить о том что во внешнем мире есть человек который является для вас опорой или который вам чем-то поможет это может быть любое официальное лицо чиновник военный важно то что этот человек готов вам чем-то помочь или вы ему также нужны какие он вам для женщин которые в супружестве эта карта может показывать супруга но те кто в свободном поиске эта карта может показывать абсолютно любого другого человека показано что то что касается дел у вас многое все-таки будет под контролем и в этом периоде могут также состояться какие-то важные встречи важные беседы об этом говорит и шестерка мечей в большом кресте вашей судьбы показано что в каком-то важном разговоре вам с кем-то нужно будет найти золотую середину а вам здесь как бы сложно договориться по центральному аркану потому что возможно вам не совсем подходят те условия которые вам предлагают в каком-либо разговоре но показано что сейчас нужно принимать то что есть быть хорошими дипломатами и не упускать какие-то свои возможности также карта умеренности говорит о том что сколько бы вы не зарабатывали те у кого есть основная работа или у вас есть какой-то источник дохода все-таки в этом периоде деньги лучше по придержать нежели тратить их в особенности если это какие-то крупные приобретения инвестиции купля или продажа пока совсем этим стоит повременить эта неделя не совсем благоприятная для таких сделок и до конца в целом сентября стоит подождать если говорить о каких-либо небольших сделках да они имеют место быть деньги вроде бы к вам как и поступают но вы не чувствуете полной финансовой стабильности на будущее может быть эти страхи и связаны с будущим то есть вы все равно задумываетесь о том а что потом а что завтра как бы там ни было высшие силы вам будут всячески помогать об этом говорит и карта влюбленных об этом говорит и карта архангела михаила эта карта умеренности если вы чувствуете действительно на душе тоску печаль не уходите надолго в это состояние вам нужно общение вам нужно на что-то переключаться но на будущее я все равно вижу что у вас кем-то может возобновиться какой-то конфликт значимый для вас потому что из-за него вы переживаете и сейчас это может касаться какой-то ситуации прошлого это может даже касаться вопросов семейных или родственных потому что тут кто-то явно в отношении вас будет проявлять недовольство или что-то вам высказывать или тут какие-то требования также у кого-то может быть планируются дороги на небольшие расстояния но в целом карты говорят о том что вы очень активно себя будете вести в этом периоде несмотря на первую карту давайте возьмем дополнительные арканы для того чтобы просмотреть что нужно знать тем кто при работе и те кто не работает те кто сейчас имеет основную работу что вам нужно знать для вас выплат двойка чаш это карта партнерства сотрудничества связи налаживания отношений она может говорить о том что есть человек на которого в работе в делах вы все же можете рассчитывать и опираться или может быть кто-то заинтересован у вас так же как и вы в ком-то эта карта может говорить о том что что-то в начале своего развития но все контролируемо и что-то идет неплохо карта двойки чаш может показывать любое другое партнерство и новых людей которые могут входить в вашу жизнь которыми вы что-то будете согласовывать или обсуждать и те у кого есть основная работа я все-таки вижу что у вас есть выбор дополнительных направлений то есть это не одна сфера вы можете или несколько совмещать интересных проектов или имея основную работу иметь еще отдушину что-то творческая но это то на чем вы также могли бы зарабатывать для тех кто пока без работы но для вас важно трудоустройство для вас выпала четверка жезлов эта карта показывает доме семью также стабильность на сегодняшний день она говорит о том что к вам поступают финансы и на текущие нужды и хватает также эта карта может показывать во-первых заслуженный отдых это может говорить о том что действительно меня могут смотреть и те кто на пенсии для кого-то это может быть сознательный перерыв который вы делаете для себя и пока не работаете те кто работает на дому или имеет подработку на дому тоже очень хорошая карта или если вы планируете чем-то заняться не выходя из дома тоже очень хороший аркан ваши близкие вас всячески в этом будут поддерживать также эта карта может показывать какой-либо семейный праздник торжество застолье которая может намечаться в ближайшее время карта позитивная то что касается долгов и кредитов те у кого они есть несмотря на то что могут быть тяжести с выплатами закрывать долги нужно закрывать вы их будете если говорить о женщинах то вам в этом может помочь однозначно мужчина есть еще второе мужское лицо но я от него не вижу большой помощи если говорить о мужчинах львах то свои собственные кредиты вы сами должны гасить закрывать и может быть эти вопросы вы будете обсуждать еще с одним мужским лицом помоложе вас новые кредитные линии на ближайшее время до конца месяца сто процентов брать не рекомендуется потому что возникнут сложности с отдачей если говорить о какой-либо небольшой сумме денег которую может быть вы могли бы у кого-то на что-то попросить дополнительно есть такой человек который вам в этом не отказал бы но показано что все-таки лучше все финансовые вопросы решать со своих собственных финансов это человек которого вы хорошо знаете если говорить о мужчинах львах вам достаточно сложно кому-то отказать если вас просят о помощи и вы помогаете но потом свои же деньги сложно вернуть переходим в ваши личные отношения то что касается личных отношений вначале рассмотрим те кто в паре для вас выпала карта шестерки мечей и карта шестого старшего аркана влюбленных две шестерки уже говорят о том что есть в семье и стабильность и равновесие я не вижу каких-то больших эмоциональных качель хотя вы из-за чего-то очень переживаете но если говорить о вашей второй половине ваша вторая половина будет пытаться что-то сгладить быть вам полезным полезные чувства могут возобновляться все-таки есть притяжение но есть и ревности может быть такое что один из партнеров в разъездах может быть вы в частых дорогах карта влюбленных может предполагать то что в эти отношения кто-то либо пытался вмешиваться либо вы могли быть какое-то время в состоянии треугольника даже те у кого отношения доходили до разрыва я вижу что вы их еще способны сохранить хотя вам особо этого и не хочется в вашей душе вашем подсознании конфликт внутренний конфликт если говорить о том что подсознание ваша второй половины примерно то же самое тяжести обиды вы по-своему может быть на что-то обижаетесь или чем-то не согласны потому что у вас внутренний протест а ваша вторая половина может считать что как раз он или она обижен в этих отношениях больше чем вы но видимо то что происходит в семье это все-таки желание друг другу помочь может быть вы обсуждаете переезд смену места жительства что-то хотите менять в доме или в жилье в целом и могут обсуждаться такие серьезные вещи но показано что вы здесь вдвоем должны все это согласовывать переходим к нашим свободным львам и львицам для свободных выпала пятерка жезлов карта короля чаш и девятка мечей тоже карты не особенно даже если вы сейчас встречаетесь в отношениях либо кто-то постоянно с вами пытается конкурировать и имеет виды на того человека которым вы думаете либо тот человек даже если вы кому-то нравитесь и человек вас влюблен за него может все-таки бороться кто-то еще это больше касается женщин потому что тут борьба идет за мужчину если говорить о мужчинах львах вы можете покорить сердце многих женщин и способны покорять и сейчас и покоряли ранее но прошлое отношения для вас были не очень красивыми когда вы остаетесь сам на сам с собой вы понимаете что где-то и вами были допущены какие-то ошибки потому что тоже из-за чего-то печалитесь может быть у кого-то в прошлых отношениях остались дети или ребенок это та боль которая вас может беспокоить возврата в прошлое отношения однозначно нет но вы до сих пор об этом вспоминаете если говорить о новых отношениях конечно вы можете с кем-то знакомиться общаться карта влюбленных говорит о том что у вас еще будет выбор но диагонали это карта с арканом умеренности и под влюбленными девятка мечей то есть не нужно торопиться с личным чтобы снова не разочаровываться будете вы с кем-то общаться или не будете зависит от вас но я пока не вижу того чтоб вы с кем-то уже стали одной семьей или у вас появились общие мысли или общие планы вот в чем вопрос в скрытых факторах выпала карта рыцаря мечей карта старшего аркана луны и четверки монет эти карты как раз и говорят о том что до конца этого месяца возможно то что какой-то человек о себе может напомнить не самым лучшим образом или это какое-то сообщение или информация которая вас может расстраивать но опять таки это касается либо чего-то личного семьи вашей но тут из-за финансовых вопросов тоже могут быть переживания потому что четверка монет она говорит о том что вы удерживаете какие-то деньги но их не так уж много и раньше говорилось о том что нельзя сейчас тратить или рисковать своими финансами выходные дни вам все-таки стоит лучше отдохнуть может быть кого-то волнует вопросы дополнительного образования либо в доме есть те кто является учащимся тут что-то может обсуждаться согласно учебы или может быть вы сидите что-то изучаете во что-то вникаете вообще эта карта рекомендует вам свои выходные распланировать заранее и тогда вы все успеете все что задумаете несмотря на то что центральная карта говорила каких-то внутренних волнениях эта карта все-таки говорит о том что ваше сердечное состояние улучшается вы более спокойны на какие-то вещи вы смотрите другими глазами вы способны что-то анализировать посмотрим что в дополнительном совете или форс-мажоре выпала карта туза чаш великолепная карта для личных отношений и это уже говорит о том что вы не будете одинокими явно вас ждет какое-то знакомство встреча так как эта карта выпала в закрытой информации этот человек которого вы еще не знаете это может быть даже неожиданное знакомством может быть вас кто-то захочет с кем-либо познакомить великолепная карта для творческих начинаний поэтому если есть какие-то планы может быть аркан также говорит о том что какая-то идея вас еще посетит которую вы непременно захотите реализовать и найдете в чем-то лице поддержку есть те кто поможет вам с развитием той идеи которая для вас будет важна и в целом эта карта может показывать отдых увлеченность чем-то интересным и вы должны поэтому аркану непременно себя чем-то радовать сама по себе эта карта благих вестей помощи свыше поэтому тут тоже прослеживается поддержка высших сил и ответ на ваш вопрос да или нет для вас выпал рыцарь монет карта дает ответ да я так полагаю что в отношении вашего вопроса вы уже что-то сделали и немало либо на чем-то трудились еще в недавнее время возможно и в ближайший период во что-то понадобится вкладывать свои силы и энергию если вопрос будет касаться финансов у вас на нужное дело будут деньги если вы спросили заработаю ли я конечно эта карта очень выгодных хороших предложений хороших возможностей если говорить о личном и женщины задавали вопрос согласно определенного мужчины определенного человека как пример то не спешите у вас еще будет выбор как минимум между двумя а то и тремя вариантами также как подсказка аркан может говорить о том что возможно вам нужно куда-то поехать что-то спланировать заранее с кем-то пообщаться по вашему вопросу если меня смотрят женщины то так или иначе на ваш вопрос будет влиять мужчина и я так полагаю что это может быть даже несколько разных мужских лиц от которых что-то будет зависеть и по поводу вас мужчины между собой могут вести диалог тут какой-то серьезный разговор вообще очень много важных тем и разговоров будет подниматься на этой неделе и в ближайшее время и об этом говорят все карты которые я вижу по правую сторону расклада давайте также традиционно обратимся к оракулу и спросим что еще вам нужно знать это дополнительная информация будет либо как совет либо как подсказка к основному раскладу в зависимости от того что выпадет давайте посмотрим что еще вам нужно знать ревность выпало вы кого-то ревнуете либо вас кто-то очень ревнует гора чувства чьи-то чувства закрыты или может быть кто-то на расстоянии как тяжелые мысли тяжелые воспоминания и для женщин эти мысли связаны с мужчиной карта князя как видите выпало для мужчин если вы в отношениях у вас тоже может быть ревность к той даме о которой вы думаете но здесь карты для мужчин могут показывать несколько другую информацию тут может речь идти о каких-то партнерских отношениях связанных с человеком с которым вы находитесь на расстоянии это может быть какой-то коллега партнер зарубежный как будто бы сложно с кем-то договориться карта дополнительного совета для вас карта сада она говорит о том что будет общение встречи согласно того человека которым вы сейчас думаете но тут показаны еще какие-то люди или то что такие встречи могут проходить в людных местах например или что-то будет решаться в непринужденной обстановке хотя сейчас я вижу большое напряжение уважаемые львы и львицы таким для вас был расклад на этот период благодарю вас за просмотр и за то что были со мной оставляйте обратные комментарии ставьте лайки за проделанную работу я не прощаюсь с вами я вас всех непременно жду на следующей неделе всем огромной удачи и до свидания удачи